Если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы как Порошенко. Вряд ли, конечно, но я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет, поэтому я не боюсь. Я даже дома говорю, слушайте, вот дети, ну не сегодня, завтра. Кто знает, когда я уйду к нему, когда он меня позовет, когда они меня пытаются там удержать от чего-то. Когда-то я уйду, но я им не позволю, вот то, что мы создавали с людьми, с этими поколениями, я им не позволю это разрушить. Вот чем я живу и как изменилась эта страна. Обидно чисто по-человечески, что есть люди, которые не помнят всего возраста, а те, которые помнят, не ценят, как было и как стало. Для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки. Потому что я философски на это смотрю. Когда-то он меня туда позовет. Но я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали. И вот этих подавляющее большинство, ну как Маргарита сказала, их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике. Может быть, где-то и надоел. Но они меня поддержали. Этим я и сейчас живу. Александр Георгиевич, вот вопрос, который наверняка вам многократно задавали. Но вот после всех этих событий в Беларуси, вот что для вас самое главное в жизни? Теперь. Теперь. Если честно, я даже не знаю. Трудно сказать. Ну, мои дети и дети тех людей, которые со мной рядом. Что меня очень держит в этой ситуации? Да и вы, наверное, знаете, если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система. И следом покатилась бы Беларусь. Я думаю, что далеко бы катилась. Ну, может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело. Вот эти ребята, ОМОНовцы и прочее, прочее, те, кто со мной рядом. Понимаете, они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать.